Девушки отдыхают Скоро свадьба. Помолвка состоялась неожиданно. Мы растерялись, забыли про все обычаи, забыли о кольце. Но свадьба пройдет безупречно. Нет, мама, ничего не нужно дарить. Мне не нравится вся эта суета. Я устала. Я пойду и прилягу. Но, доченька, я выхожу замуж или ты? А ну-ка вернись. Пусть придет время. Тогда и решим. Допустим, мы разобрались с этим. Но как быть с работой, такси? А? Как я буду прислуживать госпожа Гунуль? Как она будет представлять меня, когда придут гости? Скажет, что я ее свадья или я ее прислуга? Вот о чем надо подумать. Ух, Асия, о чем ты вообще думаешь? Что в этом такого? Разве труд это что-то постыдное? А? Чего мы должны стыдиться, Асия? Мы своим трудом зарабатываем на жизнь. Слушай, у меня есть к тебе вопрос. Какой? Если не придешь, это может сказаться на Гунуль и Толге. Хорошо. Ладно. Кто это? Друг, с которым я вместе служил. Все что-то скрывают, кому не лень. Неужели так трудно правду сказать? Асия, налей мне чашку чая. Пожалуйста. Госпожа Гунуль, вы меня звали? Проходи, Джейлан. Добро пожаловать, милая. Не надо стесняться мою маму. Джейлан, поскольку все было неожиданно, я занервничала и обидела тебя во время помолвки. Это было несправедливо. Ты уж прости меня, ладно? А я и не обижалась. Я хочу, чтобы ты приняла это в качестве подарка от меня. Не стоило-то беспокоиться, госпожа Гунуль. Я не могу это принять. Не отказывайся, прошу. Ты осчастливила моего сына. И я никогда не смогу отблагодарить тебя за это. Правда, не стоило. Тебе так идет? Кто-то пришел, я открою. Что ты здесь делаешь? Кто его пустил сюда? Куркут пришел ко мне долго. Я же просил, чтобы он здесь не появлялся. Ладно, хватит. Ты зря переживаешь. Для меня это давно законченный разговор. Все, в прошлом. Джей Лан умерла для меня. Будьте счастливы. Мы не нуждаемся в твоем поздравлении. Ну-ка, убирайся отсюда, пока цел. Толга, я еще не умерла. Это мой дом. И пока я жива, ты не можешь выгонять ни одного моего гостя. А теперь оставьте нас одних. Я бы и сам не остался рядом с ним. Ты увиделся с моей дочерью так быстро? Ты принес мне доказательства. Ты у нее взял? Но сначала я хотел бы задать несколько вопросов. Каких? Я вам верю. Считаю вас матерью, ищущую своего ребенка. Да, это так? Нет. Если бы это было так, вы бы сразу же приступили к его поискам. Но вам нужны гарантии. Доказательства. Нет, ты неправильно меня понял. Я и раньше тебе говорила. Это не потому, что я не верю тебе. Все дело в том проклятом диске. Парень, который там... Вот в чем дело. В диске? Хорошо. Тогда я скажу вам прямо, признаюсь. Тот диск записывал я. Но раньше ты не признавал этого. И это было правильно. Иначе вы бы до сих пор думали, что ваш ребенок умер. Но зачем ты это сделал? Зачем ты записал все это? Хотел помочь своей подруге. Хотел свести мать и дочь. Хотел, чтобы правду наконец узнали. Мне продолжать? Да чего же это низко? Как ты посмел? Я никогда не прощу тебе этого. Значит, вы отказываетесь искать свою дочь? Ты просто ничего не знаешь о ней. Ты сам противоречишь себе. Ты задумал какую-то игру в кошке-мышке. Неужели тебе не стыдно, сынок? Наверное, таким меня воспитал детский дом. Я больше не верю тебе. Ты не тот, кому можно доверять. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...